Пустим! Ча-ча! Напряжение нарастает. Чемпионат России по мотоболу в самом разгаре. Тренировки все жестче. Видновский мотобольный клуб на поле стадиона «Металлург» выходит каждый день, дабы не терять форму и заряд энергии. На предыдущей игре видновчане выложились на все 100%, чтобы обыграть соперников из Краснодарского края. Результат 10-1 в пользу «Металлурга». В каких-то моментах было легко, в каких-то сложных. Легко никогда не бывает. Всегда надо настраиваться на победу. И каждого соперника нужно уважать, какой бы у них статус бы не был. В соревновательный период тренировки команды разительно отличаются от тренировок периода подготовительного. Вне мотобольного сезона игроки больше времени проводят в залах. Сейчас же ребята акцент делают на пластике, внимательности и скорости. «Мы сдаем по 10 нормативам в разных атлетических, плавания, лыжи, нормативы сдаем. И как сдаются нормативы, кто как сдаёт, кто как подготовлен на этот сезон, то так и на поле, кстати, выглядит. Поэтому вот эта традиция наша, уже сколько лет ребята задают, а зачем? Ну, она сказывается потом на результате в поле». Благодаря этой тренировочной тактике с каждым годом заметен прогресс в физической подготовке игроков «Металлурга». Но это не единственный спортивный стимул для ребят. Тренировки выстроены так, чтобы поддерживать в них соревновательный дух. «На поле вы одна команда, да, и за «Металлург» топите, а сейчас во время тренировки вот так вот каждый за свою команду очки считает и прочее. Вы говорят, почему? Как так происходит? Скорее всего, потому что из-за того, что проигрываем на тренировках, мы отжимаемся. То есть вот партию проиграли, мы 15-20 раз отжимаемся, наверное, из-за этого. Другой причины не вижу. Следующая игра у видновского клуба состоится 3 июля на стадионе «Металлург». В рамках чемпионата России ребятам предстоит встретиться с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. По словам старшего тренера, соперник сильный, поэтому игра ожидается напряженная, но от этого еще более захватывающая для зрителей, которых, кстати, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, скорее всего, на стадион не пустят. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.